Всем привет, бандиты и вольные сталкеры, с вами как обычно, да, сталкер-баннощик, мой персонаж Флюгий Генхаймен, и мы продолжаем выживать в аномальной зоне сталкера онлайна. Я выживаю на СПБ сервере, у нас сейчас время, вот, 26 число, 19.09, вот, буквально, может быть, пару часиков назад на МСК сервере произошел опять откат, очередной, не так давно был один откат, сейчас еще один откат, я валяюсь, блин, жалко, конечно, всех сталкеров, которые в это время выживали, какое-то там, блин, может быть, крутое достижение получили, тут баз, блин, их откатило. У нас на СПБ, блин, пока такого не было, не понимая, почему происходит это на Москве, ну, на МСК сервере, и почему разработчики постоянно держат игроков за дебилов, уж извините, так оно и есть. В группе постоянно пишут, типа, причины от нас не зависят, извините, что так случилось, бла-бла-бла, тополя. Но как могут причины не зависеть от вас? Причины от вас могут не зависеть, если только в процессе оплаты, ну, доната каких-то услуг, произошел какой-то сбой. Да, там присутствует третья сторона, которая представляет эти услуги. Там причины, да, могут от вас не зависеть, я согласен, но здесь целиком и полностью все зависит от вас, это ваша игра. Рухнул у вас сервер? Плохой сервер. Чья проблема? Ваша. Из-за вас он рухнул, потому что вы в свое время не купили хороший, ну, причин может быть дофига. Но факт остается фактом. Вы приняли решение такой сервер, да, там, приобрести? Он рухнул, ваши проблемы. Плохой у вас хостер? Ваши проблемы. Все, что происходит в игре, это проблемы разработчиков. Но когда они говорят, что, типа, ну, причины от нас не зависят, ну, подумаешь, ну, сервер рухнул, ну, вот откат вам, пожалуйста. Они, конечно, игроков держат за полных дебилов. Уж извините за выражение, не удержался. Но написали бы, блин, ну, косяк, извините, ну, блин, фиговый сервер у нас. Ну, нет, они не пишут так. Они, блин, врут игрокам прямо в лицо. Вот это самое убивает. Не проблема откатов, это, конечно, тоже неприятно, согласен. Вот. Но вот то, что вот просто врут. Врут и врут, и врут, и врут в лицо. Ну, когда вы уже научитесь говорить правду? Скажите правду игрокам. Пусть она будет неприятная, но это будет правда, и игроки вам за это спасибо скажут, чем постоянно врать, блин. От нас причины не зависят, подумаешь, серваклю. И это вообще не при делах. И игра не наша. И что тут сломалось, мы тоже не виноваты ни в чем. Мы вообще мимо проходили, да? Вот примерно такое ощущение складывается. Ну, просто жесть. Ну, еще из-за чего откат, может быть, я так думаю. Нашли какую-нибудь уязвимость, какой-нибудь баг, который дает прям офигенно преимущество игрокам. И начали его юзать. Ну, у нас же такой комьюнити, да, я обычно всем все рассказываю, но есть такое понятие у многих сталкеров, типа, нашел какой-нибудь секретик, никому не говори, юзай его втихаря, блин. Ну вот, может быть, вот баги как раз, вернее, баги, откаты как раз вот от таких типусов, которые что-то нашли, не секрет, что сейчас все сырое, дырявое, и втихаря юзают. Разработчики это засекли. Ну, а как вернуть? Ну, правильно, самое простое это сделать откат. Ну, в этом случае, так бы и сказали, мы поймали нечестных на руку игроков. Они там юзали там что-то запрещенное, да, там, мы все это исправили, откатили сервер. Извините, так нужно было. И игроки бы поняли, они бы сказали, о, молодцы, работаете, ищите баги, ошибки, ловите там плохих сталкеров. Это было бы даже круче, но они пишут, причины от нас не зависят. Все. А там, пофигу, так это можно на любую фигню так написать. Ну, извините, причины от нас не зависят. Ну, вот, по причинам, которые от нас не зависят, ну, вот, ну, все, вот, мы вообще не при делах. Как я уже говорил выше, игра не наша, мы тут мимо проходили. Вот что самое, не то, что тут ошибки случаются и все остальное, а вот то, что вот таким образом, ну, игроков за дебилов дедут. Ну, что такое, блин, мальчик. У вас что, контингент, блин, 12-летних школьников? Да, блин, 12-летние школьники бывают поумнее 30-летнего дядьки, по крайней мере, в IT-тех технологиях. Поэтому, вот, вот эта просто фраза меня убивает. Я вот ее второй раз читаю, второй раз, вот, был откат на Москве, второй раз читаю, второй раз просто. У нас отката не было, но я возмущен, возбужден и, в общем, как-то так. Ладно. Высказал все, что хотел, надеюсь, никого не обидел, постарался без мата, как обычно. Ну, а мы продолжаем выживать, это наши вот такие суровые будни сталкерства. И я иду вот примерно сюда. Но мы где-то тут вот умерли, дальше вот этого кратера не заходили еще. Но ничего, я этот караван все-таки добью. Он что-то у меня прям как это. Затянул малеха, да? Научился немножко верлек с пулемета. Ну, как видите, о, видите? Понемножку, понемножку научился их убивать. Так, немножко прикрутили, а то звук слишком громкий был. Две-три небольшие очереди и нормально. Ну, понятное дело, с желтыми так не прокатят. Ну, так в целом, может быть, просто я к пулемету начал привыкать. Ну, не знаю, до этого с калашом бегал. Погодка у нас сейчас хорошая. Но, правда, я опять не с утра, ну, так, не получается прям утром вырваться. Ну, тем более, утром не всегда хорошая погода. Тут бывает ночью посветлее даже на кровати. Крова, бывает яркое звездное небо. Но сейчас, как видите, нам повезло. И опять идут перегрузом. Ну, да, вот такие пироги. Я хоть и охочусь тут на верлевок, я, кстати, пошел сюда, чисто поохотиться. Но у меня еще перегруз. Ну, где-то килограмм двадцать. Выкидывать патроны жалко. Хотя бы верлевок постреляем. Ну, потренируемся. В любом случае, это тренировка. И в следующий раз, когда верлевок на меня нападет, буду немножко опытный. Ну, взрослых вроде получается понемножку шинковать. Ну, конечно, это издалека. Не, вот то, что вот оптику сделали, так, приближает, отдаляет. Вообще зачетно. Это у меня еще стоит на большом отдалении, чтобы вблизи, если что, прицелиться удобнее было. Если поближе оптику сдвинуть, там такое увеличение. Ну, что, покажу, может быть, не все с пуликами бегают. Сейчас покажу. Это несложно. У меня прям на максимум, если поближе, допустим, подвинуть. Зачет. Я, когда с этим, ну, с пуликом побегал после этой фигни, потом что-то калаш взял, такой хоп-хоп, а кобра-то так не приближает, нифига я. Я говорю, е-мое. А я же с коброй только бегаю. КОНЕЦ Постоял около меня, развернулся, ушел. Куда? Мне патронов не жалко, но в дальнейшем, конечно, на караван столько патронов не стоит на пулик брать. Лучше на сайгу побольше. А на пулик тысячи хватит. Плюс три у меня короба. И вот я не знаю, блин, или вот рука просто привыкает, е-мое, свинец, ну, к стволу. Или тут до сих пор действует привычка. Ну, вот я сейчас стал, как бы, стрелять точнее в одну цель. То есть не кидать так ствол. Ну, я не знаю, может быть, это действительно рука просто привыкает и начинает лучше контролить. Блин, не знаю, не знаю. Но есть такое ощущение, что тут привычка работает. Та самая мифическая привычка, которая была раньше на старом персонаже, потом на НП вроде перекочевала. Хотя многие говорят, что ее нету, многие говорят, что есть. Я думаю, что она есть. Ну, была, по крайней мере. До вот этой последней обновы. А вот сейчас непонятно. Так, ну что, все, сейчас тут начнутся уже аномалии, но у нас перегруз еще. Давай, что мы можем скинуть? Ай, надо выкинуть то, что мы можем на окрестностях нафигачить, правильно? Че мы тут бегаем с этим хабаром? Клыки кабана? Нафиг. Ноги кабана? Ну, нафиг идут. Ну, че, мы на окрестностях не настреляем? Хитинда? Тоже пошел нафиг он тяжелый. Блин, 10 кг все равно. Так, торф. Сколько торф весит? Килограмма даже не будет. Ну, хотя там... Древесина? Три килограмма минус. Лапы пусть будут, шкура будет, это будет. Ну, блин, все равно. Свинец. У меня свинца дофига. О, кстати, надо шлем одеть. Можно, конечно, пройти сейчас вдоль болот. Там как раз аномалии, где можно найти антиграф. И мы такие, опа, и с антиграфом будем. В общем, все равно 9 кг. Ну, ладно, мы немножко избавились от того, что не нужно. Ну, в принципе, да. На что мы тут ходим? Мы ходим, изучаем карабан, и по большому счету я артефактами хочу хорошими забить себе контейнеры. В предыдущей ходке не особо повезло. Может быть, повезет в этой. Так. Ну, вот мы сейчас как раз вот сюда как-то и пойдем. Вот так вот, наискосок, наверное. Вот так вот поставим. Примерно, понимаем. Может быть, выкинуть тысячу патронов. Жало, какая. Сейчас мы выкинем тысячу патронов. Все равно дофига патронов, да. Так. А то засосет меня, и опять умру. Правда, бежать недалеко, но лишний раз умирать неохота. Сейчас быстренько позарядим магазин тогда. И пойдем. Тут уже начинается аномалия. Я думаю, тут верлек побольше будет. Все, расстреляем. Но они есть. Вон они, вдалеке. Вон еще одна верлека. Ну, иди сюда, родная. Блин, взяла в воде, умерла. Ладно, фиг с тобой. Давай посмотрим. Тысячу патронов. Что будет? О, это многовато. В общем, нет перегруза. Ура, я бегать могу. Так, стопы. Сейчас мы зарядимся тогда. И потом выкинем патронов 500. Я думаю, будет нормально. И потопаем. Так, ну вот. Давай смотреть. 500 патронов выкинем. Ну, 500 уже не так жалко, как 2000. Так, надо что-нибудь кушать. Мы же голодные по-любому. Скушать, попить. Блин, у меня две аптеки осталось. Жестоко-жестоко. У меня тарелка с едой, если что, есть. Которая у нас что делает? Исполнение здоровья. Ладно, это НЗ будет. Так, перегруз. Но надо еще соточку патронов скинуть. Ведь мы можем найти артефакт. А он хоть немножко, но весен. И тогда мы опять будем с перегрузом. Вот, ну ладно, скинул чуть патрона. В общем, осталось у меня 1000 патронов. И плюс короба заряжена. Ну вот, это другое дело. Поели-попили. Одеваем газик, пошли. Тут начинается аномалия. Посмотрим, где тут не сильно бьет. И где тут самые крутые артефакты. Может быть в этот раз повезет? Ну не знаю. Так, давай-ка. Еще важное дело сделаем. Контейнеры. Так, это нет. Три контейнера. Бэшки, в общем, то, что будет классно. Пойдем, поищем. О, вот что перегруз? Вот от чего перегруз? От того, что я контейнер вниз перетащил. Килограмм прибавился. От чего? От того, что газик одел? Как он прибавил килограмм? Ну, смотрите. Газик у меня одетый. Сейчас мы его снимаем. Нет, нифига, перегруз. От оружия? Вот, смотрите, перезарядил. Пропал бак. То есть до сих пор этот бак еще есть перезарядка. Его же вроде починили. Вот, смотрите, 97. Газик одел. А, то есть, когда его одеваешь, вес прибавляется. Ну, опять это вот, как бы не сматериться. Это ерунда. Вроде, я думал, исправили эту тему. В рюкзаке один вес. Когда ты надеваешь другой вес. Ну, как так вообще? Пока мы тут стояли и рассуждали, блин, дождь пошел. У меня просто слов нет. Одни эмоции. Эффекта же упаковки вот этой всей байды-то теперь нету. Почему вес, блин, разный? Когда на мне, а когда в рюкзаке. А как же, блин, пресловутый реализм и все дела? Ладно, что говорить. Тут уже фото читеров появились, которые ходят по небу. Античит не такой уж и античит. О, корень нашел. А это только начало. Обкатывают походу. Скоро будет опять засилье. В общем, ничего не меняется. Жизнь идет. Все меняется. Айсо как была рассадником читеров и багаюзеров. Так и осталось. Даже супер античит, мало ли, по-моему. Ну, супер, конечно, античит. Ох, ты тут еще и откидывает. Как бы у нас откат не сделали. Давай-ка мы пинг пропишем. Что такое? 99. Вот, конечно, когда по аномалиям бегаешь, если будет откидывать. 115. Ну, 115 это еще. Неда не шло, но если откидывает, то фигово. Так, давай-ка мы лучше возьмем пулемет. Мало ли какая ситуация. Ладно, будем смотреть, если что. Вот, на пинг, поглядим. Бежишь, бежишь, такой, вроде аномалию пробежал, а тебя бац, в нее откинул, и ты умер. Во, 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 смотрите, дергается. 287 пинг был. Да, что-то, походу, проблема не только с Москвой. Но у нас, по крайней мере, отката не было. Но и с СПБ. Но это, конечно, не проблема разработчиков. Нет, конечно, и гражданин. Это все хостер виноват. А, нет, это у вас плохой компьютер. Ну да. И плохой соединитель. Все, точно. О, придумали артмазку. Надо им посоветовать. Чуть что не так, это у вас проблема. А то, что мы до этого, блин, 10 лет играем, блин. И ничего пофигу. Проблемы на вашей странице. Ладно. Первый артефакт. Что-то у нас опять негативный. Заметили? Второй ходка, второй выпуск. И у нас какой-то негативный настрой. Ну, блин, а как спокойно на такие ситуации реагировать? О, 238 пинга. Да, что-то у нас тоже СПБшка. Парахлип. Нет, когда я по утрам гоняю, я радость утра бывает, играю. Все нормально. А вот вечером, походу, серваки не вывозят. Народу много. Ну, вы сами видели. Тайм-код в начале видео. Я прописывал, сколько сейчас времени. Ха, ты куда? Он уже убег, и я в нем сейчас стреляю. На, получи. А вон и верлевки появились. Ладно, дверь налетать. Вообще, Бшечка одна есть. Подушка. Мы тут надолго зависать, я не планирую. Хочу пройти это. Аномальное поле. Хоп-хоп-хоп. О, вроде выбежали. Да, вот, смотрите, нормально. С перегрузом я бы сейчас опять убил. Так что, да, с перегрузом тут лучше не шариться. Так, грибы там, артефакт. Но мы идем туда, где артефакт. Давай гамма или дельта. Ну, о, гамма. Ну ладно, нормально. Следующая будет дельта. Я уж думал, тут одни бешки. Вот сейчас прям поля аномалий действительно такие прям жесткие, опасные. Ну, раньше тут тоже было жестко. Но, в принципе, можно было пробежаться даже сквозь них. Сейчас, если попадешь, уже не так просто выбраться. Вот эту тему нормально забудели. Ну, а анимация, внешний вид, аномалии, это не всяких похвал. Прям то, что нужно. Поважнее, грибочек или жизнь? Нет, наверное, жизнь. Но мы тут проскользнем, да, между аномалий? У них у всех есть небольшой проход. Главное, ни шагу ни вправо, ни влево. Вот так и тихонько. Оп, оп, оп. Между ними. Так, ладно, мы идем туда. Туда, вперед. Можно тут, конечно, по этому полю полазить еще подольше. Оно здоровое вообще. Тут дофига аномалий. По-любому что-нибудь нашли. Может быть, и гамму. Может быть, даже ту же самую пресловую тюдель-то нашли. Не знаю, есть ли вообще-то. Но я хочу чуть глубже в караван продвинуться. А то что-то мы на одном месте. Тремся, тремся. Нет. Арты вроде как-то и есть. Но хочу посмотреть, что там. Слежь, чем, к примеру. Вон там, бедолага си, к нему, наверное, уже никто не ходит. Давно. А, вон он, я опять. Ух ты, ее. Это что такое? Клин? Ладно, иди гуляй. Я бы их, конечно, полутал. Но перегруз, помните, да, чем мы? Избавляйся от патронов. Перегруз, поэтому... И хочется, и колется. Вот артефакт и подбираем. Так, где мы находимся вообще? А, ого, мы только в самом начале. Нам топать и топать. Но тут бежать-то нельзя. Тут действительно, да. Каждый шажочек свой обкидываешь камушком. Ну, может быть, где-нибудь впереди, если мы выживем. Найдем парон тигралов. И жизнь станет веселей. Можно будет тогда и кабачка поутать. Погодка только... Немножко испортилась. Спортилась. Да где мы подвечем? Поживем убить. Поживем убить. кайфово все-таки что-то в этом есть ну вообще в целом в этом мире какой бы он ни был с ошибками со всем остальным ну вот выбегаешь на поле аномально и все сразу куда-то уходит и ты такой а быстрее погнали арты искать будешь ни о чем не думаешь может поэтому мы его и любим этот мир может быть опа-опа так что-то есть а быстрее погнали арты собирать ну давай поглядим что тут вообще может появиться альфа кстати особо то ведь тут нету бэшки гамма о бэшка опять ладно забиваем контейнер у меня еще два да два контейнера 10 артов у меня все равно осталась последняя аптечка я думаю до первой смерти и будем на тунге возвращаться но хотелось бы по дочке пожить у меня же еще еда есть которая здоровье установка поэтому посмотрим с этими артами на тунге делать особо нечего нужно будет на гурманах продавать вот сейчас много начальных кэсов сталкеров проходит да а там как раз вот эти экраны подушки бэшки все это как раз там нужно поэтому действительно получится продать с доски не знаю поглядим посмотрим еще особо не торговал так в основном оружие на доске продаю я пистолет пулеметы все продал понял что они мне попросту не нужны да может быть по весу как бы и лучше таскать тот же самый пистолет пулемет вместо автомата но это новичку которую там маленькая прокачка правильно у меня то уже с этим более-менее порядок да и если уж выбирать автомат или пистолет пулемет я конечно лучше возьму автомат а таскать три ствола во-первых да это опять же вес а вторых путаешься тут привык двум стволом а тут еще третий были на его заряжать и патроны таскать в общем да и вес конечно тоже а вот для новичков я думаю будет нормально подешевле купил повесил какой-нибудь допустим скс тозик грубо говоря да и пистолет пулемет на пояс и нормально будет ну если пока на калаш не накопил цены я вроде нет цены конечно дорогие проще на них всю хуку но может со временем цена упадет так тогда пистолет пулемет и для новичков должны быть доступнее чем калаши тогда не будет распространены атаку действительно прочую час ее нельзя обменять на пробивке так это ее нет теперь как и остальные автоматы его разными поясниками за очки торговли меняю ну уж так это тоже за очки торговли раньше было но там было проще что я вам говорю многие сталкиваются сейчас такой лафы как бы уже нету по-другому посмотрим опять же да сейчас пока все устаканится рано пока что будет экономика сейчас в ужасе ну что мы почти дошли до виду на ну туда мы заходить не будем смысл там ловить нам нечего мы наверное сейчас как пойдем по верху да вот тут наверное пройдем и пойдем 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 вот до сюда пошатимся короче вот так вокруг потом спустимся вниз и клешичу но это в планах а как получится я не знаю мы можем тупо умереть можем не тупо то там уже как повезет можем как интересно я постараюсь прогодка замечательная череет прям я но артефактов что-то пока не особо есть конечно ходить мне кажется их чуть больше стало может быть их больше стало за то что сейчас никто не выживает может быть и так да это и раньше тоже особенно на каравате найду нахту пары поживем их ну сейчас они прям отлично но они ночью тоже хорошо смотрятся ну вот когда вот такая вот погода вроде все видно но в то же время уже смеркается вот она мая получается освещает освещает там просто паучки и ближе к гореть так и древесину надо одну подобрать у меня по-любому уже наверно уже такого большого перекуски а вдруг перекусить захочется ого-го пошли пыльники вообще-то они подкидывают то есть это по факту не пыльники так больше на лифт подходит но лифт он должен подымать и ты должен оставаться наверху значит это просто трамп а тут можно тигра встретить и тогда прощай перегруз так ну что можно наверх поднимемся ладно или нет мне надо все таки туда наверх погнали наверх или по склону пробежаться там должны быть аномалии если я не ошибаюсь я тут давненько не был опа стопе тихо вот почему нужно всегда с включенным им забегать а вот и артефакт а вот и сейчас какой-нибудь гамма прям бабах и ну гамма навряд ли но вот дельта гамма ну бэшка вполне возможно хотя может быть альфа момент истины и бэшка что будем на поиске да давай пристаньем что покруче так здоровье у нас уменьшилось но у нас теперь не такой большой перегруз можем немножко кабанчиков бутать если что ооо другие аномалии ну эти не страшно даже веселый тут может даже по фану подпрыгнуть да аномалии для развлекухи сталкера ну часто конечно прыгать не рекомендуется опа ну не рекомендуется ну два раза но это совсем перебор ээ ну третий раз ну ты не наглее ты хорош что тихо 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 хорош ну все уже развлеклись зона такая да тебе понравилось развлекуха ну лови вот так опасно конечно можно попасть в один во второй и если она далеко не откинь на тебя вот и так и будешь летать пока не сдохнешь но смотрите выдержал я в воздухе лечился что интересно зависаешь и какое то время париж зачетно в это время можно подлечиться да нормально вот пойдем в общем межсклад тут по идее должны быть аномалии ну и конечно антиграф у нас же есть антиграф он защищает распадение от этих аномалий он правда бэшка но тоже немножко защищает будет гамма будет еще больше защищать но здоровье да здоровье конечно отнимает вот и все 60 единиц здоровья отнимает жесть конечно я не мог понять почему мне здоровья так мало а хожу на поясе с эпсилоном теперь я с ним не хожу оставил его в общем а потом ну вдруг а там надо что-нибудь притащить гурмана там грубо говоря вокзал там еще как раз нацепил и вы потащил так ладно мы по верху пришли пойти тут тоже должны быть аномалии надо да в принципе туда пойдем до сюда дойдем тут жарки ну как-нибудь это вот ну вот 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 наверное опасность представляет вступить с другими аномалиями но допустим подкинет тебе и он в ту аномалию закинет в дробилку и все ханате кирпичами по морде и все каюку развлекаться нужно в том случае если эта аномалия одна а вот смотрите сразу две аномалии интересно если их ту запрыгнуть а та немножко тебя зацепит это тебя откинет в сторону или нет кто победит это аномалия или нет они тут не совсем рядом но смотрите да почти рядом мы проверять не будем это место для проверки аномалий но было бы интересно у кого силы больше о кстати мы вот сколько ходим сейчас забыли про эту тему скопление аномалий и как видите мы тут что-то заблудились ах ты выпрыгнули из-за этого поля на кася выкуси у меня супер бильд есть бильд охотник я подберем если особо опасного нету есть что-то я даже без детектора увидел подушечка слишком близко нормально вроде ну давай посмотрим уже как бы не глубине конечно каравана но уже не с краю вынести пока бэшки ладно контейнер есть кидаем так надо клещу бежать ну конечно не особо торопиться но скорость темнеет затем от ими даем дальше дойдем ли мы вообще да да тут это еще вопрос под вопросом небольшого вас за кошмаре а почему бы нет могу себе позволить у меня сколько 93 101 о нормально килограмм 8 можно набрать а надо немножко поторопиться аномалии аномалии конечно бегать краем глаз смотреть но тут более-менее поспокойно да мы сейчас так пройдем а тут кстати этот не пробивашка сходить не мы там по любому от а хотя подожди если мы сейчас к не пробивашки зайдем то мы потом телепорт и окажемся здесь здесь на том не за кошмаре а клещу я же хотел клещу зайти а вдруг чего не там новые диалоги появились последний раз они те все за все задания выполнил да да а не было свинка лешича но я как-то уже находил него второй раз я не стал я его отменил это задание и все а так больше задания у лишь чем нет может быть что-то новенькое появилось вот я хочу хочу и просто же так мы к нему бежим повидаться вот он мне тут упал с ним общаться вечно больной какой-то хромой еще заразить чем-то но может быть он какое новое задание даст вот это да так надо тут уже срезать наверно путь давайте вот так пойдем не пробивашки мысли будем провалим уже зайдем там просто каюк на по любому а вдруг он там ходит но не пробиваем я же не удержусь я решил в него пострелять пулемета но это даме уж точно каюк я не думаю что я его убью тихо ах ты блин назад назад аккуратно так значит куда идем туда тут же аномалий с перегрузом я конечно с перегрузом я думаю до сюда мы не дошли бы прокладываем дорогу и бежим вот оттуда там свернем как раз да переночевать у него я думаю оптимально будет кассирок туне там имеется кстати можно будет и кабанчиков пофармить но что там дофига ну правда опасно но я не думаю сейчас клюшу что-то кто-то там бегает на этих виду нах и там фарме навряд поэтому решить я думаю можно будет спокойно и пострелять но хотя может быть какие-нибудь сталкеры фарме нем это устойчиво не пойдем в одного опасно не у меня есть психа если что я в колю но давайте не будем загадывать ты издеваешься камень кидать тебя не учили давай выходи быстрее так сразу него поставим тут опасно тут надо быть аккуратным хоть вроде не бежишь на улетаешь да ё-моё мы в поле зашли показал слепому пусть типа мелькнула что-то артефакт я же не только на им засматриваем по странам бывает не всегда заметишь сколько вас тут нормально так прям о так да мы вышли к берегу как лучше пойти наверх подняться ли давай наверно наверх поднимемся а и а 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 так ну лишь и тут здесь но там кабанов полно нам нужно обойти это дело обходить лучше по правой стороне как будто на малином и через детстве не пойдем там может быть кабанов так охота пробежаться но понимаю что не стоит совсем не стоит а стемнело чуть-чуть осталось давай stalker только в аномалии не введи не умри можно конечно психу кольнуть но если мы в аномалии влетим псих и ночью ну и там же встанем шансы выйти маленький так пор впереди подождем вот здесь ну и конечно это маленький да маленький давай сайги ну и разделаем ну а чё мясо все остальное тем более сейчас уже семнело с крестерочек там кашки сварим нет кашки мы не сварим котелок то я не взял перегруза не было полить тягово но может быть лешич попросит мясо моему ну а держи он еще древесину иногда просит на древесину я лучше оставлю себе а если жареного мяса попросит но мы ему приготовим кстати да он бывает просит мясо и древесину но можно им уже жареное мясо сразу отдать по крайней мере раньше так было сейчас не знаю может быть все изменилось если попросит сваргать может быть одна древесина есть мясо у нас тоже главное дойти до туда что-то интересное нам предложено задание выполнено почему бы нет ну только не свинка свинку брать не будем хотя то может награда поменялась давайте сначала до него дойдем а там уже будем загадывать осталось вроде чуть-чуть но на последних метрах бывает умираешь впереди дворов еще о это большой ну ладно в игру что сайга там у меня нормально заряжен да нормально так все зам можно выключать ну иди сюда ну иди сюда королян что ты мне произведешь сталкер не тупи куда пошел два с половиной где тогда получается на большого бора 25 патронов примерно так все осталось чуть-чуть дайте на гору подняться ну да мы конечно крюк немножко сделали но чтоб через лес не ходить хотя может быть через лес было бы оптимально я этот лес вот с этим перепутал тут кабаны должны быть а там там никого не было мы решили обойти ладно перестраховались перестраховались поджидала меня наверное да а а ладно вроде забежали фух вроде да Ах ты, блин! Опа! Нападай! Ну же! О, видели? Пинганул! То он был с этой стороны, то он бац, мне сразу баднул. Вот это да. Вот это новость. А могли бы и умереть. Что-то да, с СПБ-серваком тоже что-то неладное творится. На Москве вообще откажется. Ух ты, блин! Ну вы поняли, да? Ведуны, блин! Откуда он тут нарисовался? Что они теперь уже до сюда дошли? Бедный Лешич! Безопаску. Что потеряли? Тарелок с едой, ягоды земляники, коленбуро-мутанты, длинная трубка. Вот так вот, почти дошли. Ну я даже встать не успел, я думал сейчас это... Ну нифига. Их поход там вообще никто не убивает, они даже до Лешичи дошли. Представляете, как они тут расплодились. Жесть. Почти дошел. Ну ладно, тут без вариантов. Караван мы покидаем, пока. Может попробовать с дешевого Респа зайти там? Ну ладно, может быть в следующий раз. У меня аптеки, вот видите, две штуки закончатся. Смысл куда-то идти. А вдруг до какой-нибудь дойдем, аптек не будет. Надо вернуться, затариться. Ну вроде у меня тут мелочь, ну скинем хотя бы эту мелочь. Ну и с артефактом надо вопрос решать, у меня остался вот один контейнер. Надо попробовать и как-нибудь продать. Это ну гурман нам топлив. Ладно, давайте на Тунгу бегаем. Ну что, вот мы на Тунге, что у нас тут в соревновании идет? Неа. Ха, двадцатька. Семнадцать очков, нифига себе. Ладно, забираем все контейнеры. Чего у меня тут только нет? И пойдем... О, котелок. На гурман торговать. Но других вариантов у нас особо нету. Я не думаю, что на Тунге мы тут их продадим, правильно? Так, что у нас тут еще? Так, лапа это лапа верлек. О, лапа верлек мы не насобирали. Тридцать. О, пойдем лапа верлек сзади. Ну, за лапами надо на визу и токать. Там верлевых достаточно. Именно как раз таких, которые нужны. Так, поговорим об охоте. Хочу отчитаться. Тут кто-то клеш не обронил. Штук тридцать. До встречи. Получили 40 тысяч денег. Тридцать шесть тысяч опыта. Ну и все. Ну и радиус изменился на 50 и стало 7125. Давай опять от квест возьмем. Обычный ферлевок. Нет. Панцирный брать не будем. Ну а смысла нет. Где их? Покупать опять, да? Ну нафиг. А добыть самому в одного? Да нереально. Вот. 68. О, я покупал по 60, а сейчас уже 68 одна лапа. 700 тысяч. 10 лап. Нет. Игра не стоит свеч. Может быть старые остатки продают. А может быть действительно кто-то и охотится. Но не в одного это явно. Я вот себе чертеж микросхемы купил. Не изучал. Будет получена микросхема вот эта. Не знаю для чего она нужна пока. Мы ее возьмем. Он же нельзя потерять, да? Да, невозможно. Это я другому сталкеру. Я изучать не буду. Я в любом случае ремонтника тут прокачивать не буду. Вот охотника хочу. А вот ремонтника нет. Ремонтник у меня будет другой. Поэтому мы понемножку будем покупать всякие разные рецепты. И другому сталкеру отдавать. Чтобы он их изучал. Ну со временем, я думаю, все. Этот будет бегать, выживать по зоне. Собирать очки торговли. Там вот это все, да? Чтобы покупать рецепты всякие. И все отдавать другому сталкеру. Он будет изучать. И как-то так. Ну какие-то я сам изучил. Какие-то отдам. В общем, посмотрим. Так. Это по квесту. Это тут. Это тоже тут. А вот эту фигню мы заберем. На гурман. Так. Тут мы скинем древесину. Лапа Большого Паука тоже сюда. Для готовки. А шкура на аэропорту продадим. Клыки Борова. Гурману Сава тоже. Лапы. Лапы верлек тут оставим для квеста. Кстати, корень готовить можно и здесь. Ну, можно и на гурман. Но все, больше тут оставлю. Ничего. Перегрузом опять? Да, с перегрузом. Ну и пофиг. Все. Покидаем пока Тунгуску. На караван мы еще, я думаю, сходим. Но сначала надо продать артефакты. Заправить контейнеры все. И в следующий раз мы, наверное, пойдем не с пулеметом. Пойдем с автоматом. То есть, если верлек обходить, то, в принципе, пулемет не нужен. Лучше автомат вазит. Ну, я так. Ну, ладно, посмотрим. На этом все. В принципе, наша ходка сегодняшняя закончена. Я возвращаюсь на гурман. Ну, а там уже и увидимся. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok